всем привет с вами ирина сегодня у меня такое небольшое видео обзор цен именно на овощи свежие овощи молодые потому что уже сезон как бы начался и хочу такой сделать небольшой обзорчик почем цены в польше в сравнении там с украиной например с литвой так что поехали сегодня у нас суббота скупились с утра думала я почему-то что на базаре не будет таких домашних овощей и фруктов и так далее ну вот говорю кто рано встает тому бог дает поэтому сегодня я вам покажу что как там дела обстоят на базаре и что мы купили значит поехали по порядку вот укропчик вот такой вот пучок стоит по злату в длину были еще по два злотых то есть а мы взяли сколько их там несколько пучочков объясню зачем мы любим делать ну во первых и заморозить уже тоже можно дешевле чем злоты он не будет по крайней мере в прошлом году точно не было самый дешевый был по злотому пучок и вот мы уже сделали вот такого творожок с укропом с чесночком любим есть поехали дальше забыла сказать о курсах один злотый если время переводить это на сегодняшний день день где-то 7 35 гривен один злотый а в евро один злотый на сегодняшний день это 429 примерно поехали дальше салат салаты продаются тут не по листочкам а вот так вот продаются пучком и в сезон такой пучок можно купить от злотого до полтора вот этот вот пучочек полтора злотых дальше что у нас идет цибулька цибуля в польше продается кроме обычной цибули еще есть сукрова цибуля так вот пучок вот такой вот стоит полтора злотых а цукрова цибуля она немножко побольше и килограмм стоит 8 злотых будет сезон еще то она будет немножко дешевле дальше идем что у нас по списку дальше щавель взяла вот такой вот пакетик у бабушки взяла и злотый один злотый год зеленый борщ дальше редиска редиска вот такой вот пучок он правда небольшой но мы знаем прошлом году мы брали у мужчины у него хорошая редиска такой пучок полтора злотых чеснок молодой все у нас любят молодой чеснок и стоимость чеснока разная вот такой вот маленький это маленький он одна штучка один злотый этот по моему или полтора или тоже один злотый я не помню но вот чуть-чуть побольше этого он уже стоит может стоить два злотых может стоить три злотых зависимости у кого как дальше что у нас кабачки кабачки я почему-то думала что в польше не продают вот этих вот обычных наших кабачков знакомых в прошлом году по крайней мере мы не могли найти были только вот такие цукини а цукини стоят о чем цукини стоит сейчас посмотрю 6 злотых килограмм вот таких вот зеленый кабачок в прошлом году кстати нас соседка угостила со своей даче такими кабачками и еще желтый принесла я сделала стушила их с мясом и в итоге уже все почти было готово и попробовала я в конце и это мясо было такое горькое что не могла понять вообще от чего оно было горько оказывается причина была в кабачке то ли он опылился с чем-то непонятно то ли что но виной тому был кабачок блюдо все было горькое просто выбросила в мусор дальше еще такая особенность вот в польше продают ревень поштучно вот такой вот ну не пучок стебель в общем ревеня стоит одна златовка он такой числоватый вкус как у щавеля не знаю моя малая любит грызть его просто так дальше идем картошку мы обычно не брали сегодня но картошка молодая по 250 злотых а старая можно купить по златовке и как вариант у моего мужа аллергия на картошку и как заменитель мы нашли в польше вариант вот батат это сладкая картошка она по цвету похожим немножко на морковь оранжевая и по вкусу она немножко сладковатая чем-то она даже не в первый раз когда я попробовала напоминала больше вареную картошку ее лучше вкуснее на жареная как картошка соломкой мы ее жарим а вообще можно и в духовке она отлично получается так что как вариант но она дороже килограмм бататов стоит 7 7 8 злотых приблизительно так дальше перец болгарский вот мы купили один потому что он в принципе не сильно дешевый если по акции тому нашли мы за 9 злотых а вообще 13 злотых килограмм дальше морковка молодая морковка стоит 6 злотых килограмм и пройдемся теперь а помидоры еще помидоры сейчас скажу почем помидоры помидоры от 4 до 5 злотых можно найти огурцы также сам где огурцы в общем поставили уже холодильник огурцы огурцы также сама от 4 5 злотых и до 7 то есть ну как бы закручивать еще рано брать попозже подождем уже они будут дешевле бананы по 4 злотых килограмм взяли еще переходим к фруктам клубника клубника уже стала дорожать если еще недельку назад она стоила 7 злотых сначала потом мы нашли по 5 злотых то сейчас по 5 злотых уже нету уже по 6 7 и даже 8 злотых мы уже пару баночек закрутили варенье с клубники почему потому что во первых у нас идет в первую очередь клубничное варенье больше никакой у нас никто не ест а во-вторых я пыталась в прошлом году найти потому что мы приехали уже год мы уже почти в польше и приехали когда уже сезон на клубнику закрылся чуть чуть позже и пыталась я найти варенье клубничное в магазинах на полках то в магазинах варенье я никакого не нашла в магазинах продается только джем то есть она уже перемолотая и попробовали мы то нам она не понравилась в этом году я уже подсобирала баночек закрутила кстати по закрутках у них продаются крышки уже вот такие вот на закрутках сразу и банки уже тоже продаются именно под под эти крышки то есть никто не страдает вот этими крышками закаточными ключами и так далее все упрощено купил крышки купил банки закрутил поставил не надо тебе никакого ни ключа ничего поехали дальше черешня черешня может быть от 5 злотых до 8 злотых любит еще моя малая голубику такие ягоды не очень полезны но дорогие вот такая вот баночка даже не баночка такой судочек голубики в этом судочке всего лишь 125 грамм бурувка называется испания тот такая вот тоненькая тонкий судочек стоит аж 5 злотых это не дешево вот по ценам например в сравнении с я не знаю в украине сейчас какие цены на фрукты и овощи а вот взять в литве мы были недавно пару недель на какие ну да две недели назад то если тут клубника стоит 58 злотых то в литве клубника уже стоит два с половиной евро а вот черешня тут можно найти черешню 58 злотых злотых а в литве черешня 8 евро то есть разница чувствуется ощутимая разница персики тут в польше по 10 злотых яблоки по 23 злотых то есть вот такая вот получилось такой вот обзор напишите какие у вас цены в вашей стране чтобы можно было почувствовать разницу где дешевле где дороже ну и плюс зарплаты тут в польше минимальная зарплата 200 евро в этом году о евро злотых 200 злотых в украине знаю в 2018 год минимальная зарплата 3 723 гривны ну и вот сколько мы потратили я напишу либо в описании либо уже ставку сделаю в конце ролика потому что я конкретно не не считала сколько мы потратили на то что мы скупились пишите комментарии с ценами какие у вас будем сравнивать куда выгоднее ехать скупляться в следующем ролике обязательно сделаю еще обзор на продукты в литве там очень интересные есть продукты которых нет в польше например поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте ставить колокольчик чтобы знать когда выйдет мое новое видео ну а теперь всем пока удачи он он у у у у у у у у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok